Привет, друзья! В столице Азербайджана были сыграны первые партии 1-64 Кубка Мира, три первых призера которого получат путевки в турнир претендентов. И мне больше всего понравилась партия, сыгранная Яном Непомнящим против хозяина поля Вугара Асадли. Итак, экс-претендент на мировую корону открывает поединок ходом королевской пешки. Черный отвечает симметричным продвижением Е5, на доске разыгрывается защита Петрова. Белый нападает на пешку Е5, а черный контратакует пехотинца Е4. Непомнящий применяет вариант стейница, он хочет открыть как можно больше линий для быстрейшего развития. Черный забирает пешку на поле Е4, белый нападает на коня, а Асадли защищает коня продвижением Д5. Ну что ж, Ян забирает пешечку на Е5, черный хотят поменять своего недоразвитого коня на уже стоящего в центре. Ян сыграл конь С3, начинается массовое истребление зоопарка, в результате которого черный портит противнику пешечную структуру, но при этом позиция становится асимметричной, что только на руку атакующему стилю Яна Непомнящего. Тем временем в угар выводит слона, и Ян вбрасывает ферзя в зону, нагнетая обстановку на королевском фланге. Ходить же 6 нехорошо из-за серьезного ослабления черных полей, так что Асадли сыграл слон Е6. Ян уводит короля в безопасное место, черный играет ферзь Д7. Поскольку короткая рокировка под запретом, предводитель армии черных решил убежать на ферзевый фланг от недружелюбно настроенной королевы. Ян пока что препятствует этому мероприятию, черный нападает на слона, но пока ладья провисает, можно сделать полезный ход ладья Б1. Теперь уже в угар освобождается от связки, возобновляя угрозу выигрыша фигуры. Слон отступает на поле Д2, черные делают 3-0. Итак, дебют завершен. Позиция с разносторонними рокировками предполагает прежде всего штурм королевской крепости. И весь вопрос заключается в том, кто придет первым на своем участке доски. Не помнящий с темпом нападает на слона, садясь двоится по полуоткрытой линии, слоник уходит на поле Б6, белый сдваивается, черный атакует сильнейшую фигуру противника. И после отступления продвигает пешку по линии Ж. Как видим, в угар жертвует пешку на поле А6, но Ян показывает, что с аппетитом у него все в порядке, и никаких призраков атаки он не страшится. Железный друг здесь рекомендует ход слоны Ф5, предлагая размен белопольных слонов, но в партии Асадли допускают первую ошибку. Он нападает на пешку Е5, ферзем не помнящий защищается ладьей, слон возвращается на поле Е6, и Ян запускает Эшли Коула по бровке. Азербайджанский гроссмейстер нападает на ладью, и после хода ладья Б3 необходимо было продолжить марш-бросок пехотинца по линии С. Ну, допустим, на ответной ладья Б5, черный продвигается вперед, нападая на слона, и получает удовлетворительную позицию. Но в партии в угар Асадли играет ладья Е8, освобождая поле Д8 для слона. От таких ходов веет нездоровым душком, как от выброшенной на берег рыбы. Черный тратит слишком много времени в погоне за несбыточной мечтой поимки вражеского ферзя. Не помнящий играет ладья Е, Б1, угрожая ходом А5 добраться до пешки Б7. Асадли завершает свою задумку с угрозой ладья H8, ферзь на всякий случай убегает, но черный настаивает на данном продолжении. Вот только после взятия на поле Б7, белые отдают две ладьи за ферзя и пешку, черный король раскрыт, а в их позиции большое количество пешечных слабостей. Ян играет слон Ф5 для того, чтобы еще больше раскрыть позицию неприятеля, Асадли нападает на пешку Е5, белый меняется, и в случае взятия пехотинцем можно просто пойти Ж3, создавая форточку, на ответное опять сыграть ферзь H7, развивая наступление на ферзьевом фланге по слабым черным полям. В нашем же поединке в угар отдает пешку на поле Ф7, для того, чтобы забрать на Е5 и хоть как-то активизировать свои ладьи. Не помнящий создает форточку, черный забирает пешку на Е5. Ну и партию решает слабость пешки на поле Ж4. Белый препятствует ходу ладья Е7, брать слона нельзя из-за удара на поле Е8, черный освобождается от горизонтальной связки, белый нападает на пешку, и на продвижение вперед играет Ф6. На 31 ходу в угар признал себя побежденным. Дело в том, что черные либо теряют ключевую пешку на поле Ж4, после чего три белых пехотинца готовы пополнить коллекцию белых ферзей на доске, либо нужно отдавать пешку на поле С6, и позиция черных также разваливается. Вот такая партия в исполнении экс-претендента на мировую корону Яна Непомнящего. Напишите, кстати, в комментариях ваш прогноз на Кубок Мира. Первые три места. Ну и в завершение разбора я хочу выразить благодарность за поддержку канала пользователю под ником KingMindaugas. Поддержите же его видео лайками, репостом, и до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok